Борис Дубровский устроил разнос главам муниципалитетов за плохие показатели ГТО. Челябинская область сильно опустилась в общероссийском рейтинге. В чем причины, чиновники разбирались на совещании. Леонид Яковлевич, я чего, зря что ли гири-то поднимал? Три года подряд-то. Я не понял ничего тогда. Собственно, я принял участие в популяризации или не принял? Однозначно. А где очередь за гирями-то? Почему 34-й там? Губернатор недоволен. Регион отстает по нормативам ГТО. Муниципалитеты, активно включившиеся в начальный этап работы, теперь сбавили темп. Из-за этого Южный Урал опустился на 34-ю строчку в общероссийском рейтинге. В Челябинской области на сайте физкультурного комплекса отметились более 200 тысяч человек. Но до центров тестирования дошли только порядка 70 тысяч. Из них треть заслужили знаки отличия. И такая ситуация вследствие недоработки муниципальных властей, уверен министр спорта Леонид Одер. Они не смогли привлечь людей. Власти в спорте, у себя в муниципалитетах должны очень активно этим вопросом заниматься. Должны полной информации для людей, куда он должен пойти. Сделать все возможное, чтобы он пришел, почувствовать себя комфортно. Как в поликлинике, чтобы не было ни очередей, чтобы была услуга предоставлена очень хорошего качества и моментально. Только в этом случае люди поверят в это и пойдут тестировать сами себя. При этом в зимнем фестивале ГТО на Южном Рале принял участие только 21 муниципалитет. Остальные проигнорировали. Среди таких Копийск, Усть-Котав, Кунашакский и Агаповские районы. Какая проблема в Агаповском районе принимать участие? Какая проблема в Агаповском районе? Получить статус. А чего у вас нет нигде? Там не вошли врачок на все право носителей. Мы предпринимали предприятие в Рале. Сейчас 2100 зарегистрировано ГТО. Ну все. Ну ни одной не сдал. Парадокс. Здоровый образ жизни становится все популярнее. Интерес к спорту растет, как и число спортплощадок. Однако получать значки люди не спешат. Нет мотивации. И именно над этим предстоит властям работать. Губернатор поставила задачу вернуть региону 10-е место в стране по уровню внедрения ГТО. Причем результаты должны быть не только на бумаге. Елена Вишнякова, Егор Хвистюк, Мария Агеева, ОТВ, информационная служба, медиагруппа «Знак».